Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Молитвами победоносца Георгия, да укрепит нас Господь в христианской вере. Победоносец Он потому, что одержал победу силой распятого и воскресшего Господа Который и есть истинный победоносец. А все мученики называются победоносцами, хотя Георгий один исключительно носит это имя, но и все по чину своему победоносцу. Так как воспользовались этой победой, предоставленной им Тумни, как и всем христианам. Но, увы, некоторые этой победой не пользуются, а некоторые соль земли, которую Господь называет своими другами. Говорю же вам, другом Моим, не убойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего по убиению сделать. А бойтесь того, говори, кто по убиению может в обрещи в гебре огненную. Ею, говорю вам, того убойтесь, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и что говорите во храме, то есть в комнатах. Проповедство на крови. Господь объявляет нам сокровенные истины, о которых мы и так знаем по совести своей, а христиане знают об этом в высшей степени. Вы имеете помазание от святаго, и знаете все. Не потому, говорю вам, что вы не знаете, но потому, что знаете, говорит апостол Иоанн Богослов. И мы знаем, Господи, знаем, о чем речь. Что нет ничего воистину тайного, что не сделалось бы явным. Чувствует этот человек и знает, с детства причем, что за все придется ответить, либо жить так, чтобы не было ничего из того, что стыдно, чтобы было открыто, чтобы не было никакого двойного дна, и чтобы от избытка сердца глобол не всегда пустая, и чтобы где сокровище твое было, там и сердце. И таких Господь человек, и таких людей Господь и приближает к себе, и испытывает. И, как мы слышали в завете святых страстей, в святую ночь, под великий пяток, перед Гефсиманией, Господь говорил, «Всякую, аз есим, глаза вы же рожде, всякую разбу, а мне приносящую плод, отец мой, который есть делатель, отребит ю, а не приносящую отсечет ю, и иссыхает, и во огонь влагает». Вот это рождие, которое приносит плод, да много, отребит ю, да много же плод принесет, или, якозла-то в горниле, искушенная седмерица. В ком есть это золото, в ком есть этот плод, в ком есть эта закваска или соль, в Евангелии об этом речь всюду, того, Господь искушает, посылая ему скорби, страдания, испытания, многоразличные. И дает же сам при этом и силу выдержать. Сам дает скорби, сам дает и их выдержать. Сам отмеряет их, если его дойдешь и не придешь, как сказал Иова, уже утешая его. Кто слышал внимательно великий пяток перед плащаницем. Господь своих страдальцев сам утешает, никто не может утешить, кроме его самого. Это его ближайшие друзья, вот эти победоносцы. И за что же Господь их превозносит? За любовь к нему, мужественную. Что имели мужество не оглядываться и себя не пощадить по любви к нему. Господь очень любит тех, кто его любит крепко. кто не раздваивается, никакого политеза, никакой дипломатии не допускает. Не оглядывается, не стелет соломку, который всегда не там постелишь, где упадешь. Но мы все равно это делаем, увы и увы. И стыдно нам за это, и горько, и каемся в этом. Своей оглядчивость и малодушие. И молимся Георгию Победоносцу, чтобы он... Ведь многие, кто его любил, почитал, например, царь-мученик Николай Второй, очень почитал Георгию Победоносцу. Да и все русское воинство он его всегда почитал. И они от него научились. Тому, что он говорит своим другом. Не убойтесь и убивающих тел. Попробуй не побояться убивающих тел. Да и с этим телом не только тело, а и душа, и все, что любит душа, и все, к чему привязана душа. Но это та любовь душевная, о которой сказано горе тому, кто возлюбит душу свою в мире земли. А еще не погубит души своей, не может быть моим учеником. Не убойтесь, стало быть, убивающих тело и даже губящих душу свою, вот в этом самом евангельском смысле. не убойтесь. Кто только пугает этим. Нельзя бояться того, кто берет на пушку, кто пугает, знаете ли, провоцирует душу слабую. Руки вверх. Быть парализованным всяким страхом. И потом говорит Господь, и сам говорит, ничего не могущим сделать. Он пугает. Но к упущениям Божьим он может, действительно. Не он, впрочем. Сам Господь только знает. У него исчитаны все наши дни и минуты, и волосы на голове сосчитаны. Все наши вхождения и исхождения у него исчитаны. Они у нас. И тем более они у сатаны. Не бойся объявлять ему войну. Не бойся плевать на него. Тьфу на тебя, сатана. Не бойся на него плевать. Да, он будет мстить. Да, он будет всячески за это пакости творить. Но, однако же, не надо его бояться. Надо возыметь веру святую. Что мы под Богом ходим. Что Он на нас печется. Что Он не попустит в сатане ничегошеньки сделать. Что наши судьбы в Его руках. И только в Его руках. Нельзя верить ни приметам, ни сглазу, ни порче. Не бояться ни страхов земных. Темноты, например, снов, предчувствий, совпадений. Нельзя бояться людей, которые говорят неприятные вещи. Или проклинают в лицо. Больше того, нельзя бояться и бандитов. Нельзя бояться и администрации. В этом смысле бандитов. Нельзя бояться и плохих начальников. В хорошем смысле надо их бояться. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Но в плохом смысле не надо их бояться. Потому что им ничего не принадлежит. Да, они могут все. И в то же время ничего не могут. Мы боимся и того, что хуже начальства. И хуже… Боимся смерти самой, болезни, разлуки с любимыми людьми, близкими. Всего этого мы очень боимся. Боимся маразма, преждевременной старости. Боимся всего на свете. И это формирует в нас такую какую-то оглядчивость, робость. Так что мы сами себе противно бываем. Но воодушевимся. Ну надо же все-таки. воодушевиться и убояться того, кто… А ведь это воодушевление – это легкость, и радость, и спокойствие. И полный мир, и внутренний порядок непоколебимый. Он приходит от страха Божия. Убойтесь того, кто по убиении может, воврящив дебри огненной. Кто же это? Конечно, это не дьявол. Разве он посылает в муку вечную? Разве он раздает награды? Разве от него наказание? Нет, это он – судья. От него приговор. От него суд. И мы этого боимся. Надо трепетать. И этот трепет, этот страх должен быть над всем. Превалировать он должен. Каждый день мы испытываем множество страхов. Но потом надо, а лучше не потом, а сразу, мгновенно, входить в себя и призывать на помощь его самого, могущего, по убиению воврящив дебри огненной. Ей, говорю вам, того убойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за осари? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, Небесного. Не бойтесь, а, говорит, вы гораздо лучше, лучше есть и мнозих птиц. Лучше мнозих птиц есть и вы. О святые великомученики и победоносчики, О святые мученики, Победоносцы, свидетели Откресения Христова, Его Победы, Его Правообладатели, Его Наследие. Помолитесь за нас грешных. Помолитесь там за нас грешных, чтобы нам достичь вашей меры и не отстать от вас. Христос воскресе! Поистину воскресе! Поистину воскресе Христос! Аминь! Большое спасибо! Большое спасибо!